друзья всех приветствую сегодня у нас с вами очередное нудное видео ликбез да сегодня мы с вами будем говорить о капах то есть об амортизаторах в бронежилеты да какие они бывают какие задачи выполняют как это все должно работать к чему приводит и так далее забыл положить сразу обнаружил в соседнем месте подкинул потом покажу что это значит дальше разберемся вот все это многообразие когда даже не влезает в кадр это все различные капы которые производятся в пределах скажем так российской федерации самыми разными производителями основная функция к по конечно же ключевая да как бы казалось бы это снижение запреградного поражения во время прилета чего-то в бронежилет будь то метаемый снаряд или осколок не принципиально да суть какая что при достаточно сильном воздействии при ударе в плиту мы получаем долю колебаний скажем тогда долю кинетики которая заставляет наш органы вот таким вот образом трепыхаться и отрываться от говоря бальскими языком от крепежей внутри тела до из-за этого они разрываются происходит разрыв органов внутренние кровотечения из-за этого они буквально отрываются от тела и человек умирает вот фактически вот это и считается запреградной контузионной травмой каким образом это оценивается здесь несколько методик связанных с баллистическим пластилином связанных с отстрелом по свиньям живым но они обработаны обдолбанными специальными препаратами чтобы это все было гуманно по отношению к ним но мишки вот но самый такой простой показательный и часто используемые в россии конкретно способ это разогретая до определенной температуры палетка с пластилином скульпторским куда сначала к идет калибровка четырьмя шарами стальными определенного веса которые бросаются в нее и глубина должна быть там не больше определенной это таким образом происходит калибровка а потом уже собственно на нее накидывается комплекс бронезащиты на самом деле да обычно никто не тестирует и не сертифицирует отдельные изделия накидывается комплекс бронезащиты там состоящий из плита рамиды к потом или ну чего-то одного происходит там выстрел специальным метаемым снарядом тестовым ну и есть определенные выводы для россии как бы норма считается если контузионная травма вот на этом пластилине не превышает двух сантиметров все что выше в россии считается тяжелый контузионные травмы ну либо средне тяжелые контузионные травмы тяжело это больше четырех сантиметров средняя больше двух сантиметров по моему так вот соответственно это не проходит сертификацию считается неудовлетворительным в америке например 4 сантиметра проникающих вот в подобном тесте считаются удовлетворительным и комплекс проходит сертификацию но это связано с другим совершенно как сказать подходом к медицинской службе в стране вот так поэтому собственно климатические вот эти амортизаторы копы они практически не используются в америке в основном используются просто плиты стендалон это так называемый так называемый стендалон плиты это плиты в которых сразу есть и керамическая составляющая и кевларовая подложка прям в одном блоке то есть у нас например гранит таковым не является многие американские плиты таковыми являются ну плюс использование других типов керамики скажем тогда который тоже увеличивает бронезащиту который у нас практически никто не использует есть одна или две компании кто такие плиты делают но они достаточно дорогие малопопулярные в россии вот соответственно у нас достаточно жесткие требования к проявляемый к бронезащите повторюсь контузионная травма не должна превышать двух сантиметров по тестам более строгих требований насколько я знаю нет ни в одном сертификационном центре не в израиле не в швейцарии не в америке у нас самые строгие в этом плане тесты самые такой у нас насколько мне известно по крайней мере серьезный центр это ржевка это санкт-петербург вот там собственно в том числе проводятся тесты не только на пластилине но еще и на желатине но еще и на свиньях это все при министерстве обороны у них свои врачи и в общем достаточно серьезный центр сертификационный и по сути вся наша сертификация она проходит именно там вся серьезная сертификация на самом деле нас таких сертификационных испытательных центров несколько но ржавка самый самый серьезный и по-хорошему это просто я к чему это такой первый критерий на который вы можете обратить внимание когда вы выбираете себе кап есть ли у него сертификат баллистический сертификат который получен на ржавке там в составе общего какого-то модуля да там с броней и кого ставить пакетами баллистическими до из мягких политических материалов или же может быть сертификат так называемой добровольной сертификации это сертификат когда изделие ну фактически зарегистрировано самостоятельно понятно что все равно он работает в комплексе только с чем-то обычно это идет вместе с мягким политическим пакетом на противопульную защиту от пистолетных калибров вот это можно формате добровольной сертификации соответственно сертифицировать ну просто кап то есть например вот кап филинг это компания филинг это их как вот он в том числе он сертифицирован и просто как кап в составе изделия скажем тогда и их изделие причем что характерно это ну такая серьезная заслуга и сертифицированном формате добровольной сертификации как самостоятельное баллистическое изделие вот это значит что касается того как примерно хотя бы ну вкратце да просто как проходит тесты на что ориентироваться и каким образом проходит сертификация что сертификацию имеет смысл спрашивать дал производитель перед тем как вы покупаете его изделие чтобы вы понимали что к чему дальше давайте разберем насчет это мы касаемся до задачи того чтобы снижать контейнер ную травму кроме этого как конечно же должен нас спасать с точки зрения климатической должен обеспечивать нам должную вентиляцию да потому что без должной вентиляции но сами понимаете под бронежилетом будет мягко говоря жарко особенно если мы касаемся каких-то солнечных регионов скажем тогда где жарко и без бронежилета бронежилете вообще кошмар ложись и помирай в россии все началось вот с этого это кап и техн кома тоненькие совсем уже такой прям незначительные какой-то составляющей в плане основы до для капа то есть там даже нет мне кажется никакого вменяемого пластика это все из пенки эластичные конечно же такой как фактически никакого запреградного никакой запреградной защиты не обеспечивал потому что основу смотрите давайте так основу запреградной защите обеспечивает во-первых подложка на которой все это находится да она должна быть достаточно твердой чтобы нормально вменяемо распределять давление может и задача какая у нас приходится но есть той стороны приходится естественно все вот эти ребра они идут к телу до но Но у нас там приходится осколок, и его давление должно расползтись по площади капа. И таким образом снизится воздействие на тело. Плюсом в это играют вот такие вот длинные ребра, которые идут по нашим ребрам, да, по ребрам человека. И таким образом распределяют также нагрузку по всему, по анатомии нашей, да. Это важный момент, я чуть позже его коснусь, вы поймете о чем речь. Ну, собственно, вы можете уже увидеть, да. То есть, ну, скажем так, бытует мнение о том, что чем больше вот эти ребра распространяют давление на наши структуры тела, тем лучше снижается законтузионная травма. Ой, запреградная контузионная травма, закатая. Вот, но при этом, естественно, чтобы это происходило, ну, как вы все понимаете, понятно, что вот если я пальцем давлю, а оно здесь вам продавливается, да, то снижение будет минимальным. Поэтому должен быть какой-то плотный, прочный каркас. И это важный момент. Здесь, как бы, его нет, фактически это кап чисто климатический. Хорошим примером такого же чисто климатического капа является вот такой вот вообще скелетный кап от компании Gearcraft. У него очень мягкие, очень комфортные вот эти подушки. Я с ним очень много времени провел до недавнего времени. Это был фактически мой основной кап вообще. Но, конечно же, никакой защите от контузии здесь нет смысла говорить. Здесь вот сзади этот сумочный пластик. Вы с ним еще много раз сегодня увидитесь. Но с точки зрения вентиляции я не думаю, что существует как вообще лучше. Потому что, как вы видите, достаточно толстые ребра, которые при этом мягко, хорошо ложатся по телу и обеспечивают хорошую вентиляцию. Если забыть про необходимость защиты от ЗКТ, то вот в плане климатического какого-то свойства, конечно, вот этот кап, он будет впереди планеты всей. Строго говоря, таким же капом чисто климатическим является у нас вот такой вот кап от Arsarm. В нем, опять же, нет вообще никакого фактически слоя подложки плотного. Здесь чисто пенка со всех сторон. Просто эво-пена. При этом в его случае еще и нету никакой достаточной толщины для того, чтобы он хотя бы теоретически мог что-то снижать. Нету ребер, которые бы размазывали давление по телу. То есть, это абсолютно климатическая история. Но мне кажется, что за счет того, что сами вот эти шестигранички, они достаточно низкие, скажем так, да. При этом нету прямых линий каких-то, которые бы хорошо продувались. То есть, с точки зрения климатической, он тоже будет работать не очень хорошо. Но в плане подгонки по телу и комфорта отношения, скорее всего, будет шикарно. Просто за счет того, что он весь вот такой вот мягенький. Ну, как бы вот, по большому счету, это все, что я могу о нем сказать, если честно. Потому что, ну, тут обсуждать по большому счету нечего. Это просто туристическая пенка. Ну, если грубо говорить, конечно, на самом деле нет. Я думаю, что там используется его материал лучше, чем здесь. Но, между тем, это просто туристическая пенка, по факту. И он просто влияет на комфорт ношения. Возвращаясь к началу. То есть, вот это мы видели. Вот это у нас Теханком старого формата, да? Вот сейчас, насколько я понимаю, может быть, даже и вовсе не производится, не знаю. Вот это Теханком нового образца. Значит, чем он характерен? Здесь вообще нет никаких ниток. Ничего не прошито. И по мнению некоторых экспертов, это большой плюс. Потому что, ну, они считают, что места, где волокно прошито, там и будет рваться, там и будет пробивать давление избыточное. И материал будет хуже работать. Поэтому, если нету никаких прошивов, это хорошо. Честно говоря, мне трудно как-то это оценивать. Я просто в данном случае экстраполирую мнение, ну, опытного, крайне опытного человека. Возможно, самого опытного в России, из тех, кто всем этим сейчас занимается. Но, как бы, вот. Соответственно, это эволюция Теханкома, да? Буквальная эволюция в одном из таких самых приятных моментов. Потому что, я бы сказал, что, возможно, это один из самых технологичных капов. Второй, самый технологичный, вот, пожалуй, лежит. Сейчас мы про него дойдем. Значит, здесь что? У нас здесь пенка твердая. Причем, вот вы видите, да? Я на нее когда-то пальцами понажимал, она даже не возвращается обратно. И, ну, понятно, что это будет хорошо гасить просто за счет сминания. Это как в автомобилях, да? В автомобилях у нас сминается корпус. За счет этого мы гасим импульс, который в нас летит. И за счет этого мы выживаем. Скажем так, здесь такая же история. То есть, кап абсолютно одноразовый. Ну, собственно, как и любая плита. За счет смятия вот этого вот слоя будет гаситься отдача. Плюс у нас есть ребра. Плюс у нас есть, обратите внимание, вот этот вот изгиб по плитам гранит. Который должен, по идее, обеспечивать комфортное положение по телу. Ну, и сами по себе ребра, они, не сказать, что глубокие, но достаточно плотные и должны в целом бы обеспечивать неплохую вентиляцию и хорошее распределение по телу. Но тут надо отметить два момента. Во-первых, кап достаточно толстый. То есть, если мы сравним, ну, мы увидим, да, то, что разница колоссальная. Сейчас, наверное, со стороны лучше будет. Разница колоссальная. Толстый кап – это увеличение вашего профиля. Это увеличение ваших габаритов, когда вы ложитесь. Да и не только, когда вы ложитесь. Это удобство посадки в автомобиле. Это удобство ношения и так далее. То есть, вот такой толстый кап, он однозначно снижает вашу мобильность, вашу маневренность. Это 100%. И гораздо сильнее отрывает вас от земли. Ну, то есть, представьте, что у вас там хотя бы один ряд магазинов. Несколько слоев ткани, плита, мягкий баллистический пакет. И еще вот такой кап. Насколько толще вы становитесь, насколько выше вас отрывает от земли, насколько больше вы подставляетесь из-за укрытия, или насколько больше по размеру укрытия вам необходимо, чтобы за ним нормально спрятаться. Ну, такой момент. При этом должен сказать, что как бы я не подгонял бронежилет, вот из-за этого вот изгиба ношение этого капа крайне дискомфортно, потому что грудину, грудину, грудную клетку сверху, по краю верхнему плиты, вот эта вот область, она начинает наминать. И несмотря на то, что это недорогой кап, он стоит, потому что там типа 800 или 900 рублей, несмотря на то, что он точно совершенно будет работать с точки зрения защиты, потому что он сертифицирован стопроцентно. И несмотря на то, что он как бы с точки зрения логики сделан технологически верно, ну, носить его не очень удобно. Понятно, что все люди разные, кому-то будет удобнее, кому-то менее удобно, это стопроцентно, ну, как бы стоит попробовать, что называется. Но мне не подошел, я так скажу. Потому что я заплатил за него денег, как бы, чтобы вы понимали, просто многие капы здесь предоставили сами производители для того, чтобы, ну, вот Stitch Profi, GearCraft, MBC, Feeling, который я уже показывал, эти капы представили, предоставили производители, чтобы мы могли с вами их полноценно обсудить, за что, собственно, им большое, большое спасибо. Подобная спонтерская поддержка, она совершенно неоценима. Вот. HAPE TECHNCOM и CAPE RATNIC Tactical, до которых мы еще дойдем сегодня, они были куплены за свои деньги. ARSARMA мне одолжил один из моих товарищей. Вот. Поэтому, как бы, дело такое. Вот TECHNCOM как бы для меня лично не подошел, он для меня дискомфортен, скажем так. Кстати говоря, очень хорошей проверкой, такой быстрой проверкой того, подходит ли вам CAPE и, ну, в вашем бронежилете и вам конкретно, какая история. Вы подгоняете правильно под себя бронежилет с этим CAPE, чтобы он сидел на месте, да, чтобы у вас передняя плита была на два пальца ниже еремной впадины, ну, и задняя плита, соответственно, была чуть-чуть выше, хорошо закрывала все легкие, трахею и все вот эти вот истории. После этого вы ложитесь. Ну, идеально, если вы при этом попросите одного-двух товарищей на вас сверху прилечь. И сразу все будет положить на живот, лицом вниз. И сразу будет понятно, комфортен вам CAPE или не очень комфортен. Потому что либо вы не почувствуете никакого дискомфорта, или наоборот, даже будет комфортней, чем если вы просто лежите на плите, или наоборот, вам будет, ну, больно, скажем так, да, от ребер CAPE, и это многое покажет, скажем так. Вот. Это что касается комфорта ношения, да, скажем так, и конкретных изделий. Переходим к CAPE MBC. Здесь, вот это, объективно, самый технологичный CAPE, который есть. Здесь хреновая гора слоев. Я, честно говоря, уже запамятовал, но мне кажется, что здесь суммарно порядка пяти слоев. Потому что, значит, что здесь вообще есть, и чем это выгодно отличается. Первый момент. Здесь не просто сумочный пластик, а здесь пластик гораздо более прочный, и, как вы видите, он хорошо держит корпус. При этом во все CAPE MBC без разбора вшивается слой сверхмолекулярного полиэтилена. То есть, это такой современный балетический материал, гибкий, который призван останавливать осколки, также снижать запреградное воздействие. И если мы, например, говорим о том, что мы используем это все добро с стальной плитой, а не с керамической, то в случае ее перелома или в случае ее пробития все осколки также останутся в этом SVMP. Если вдруг пуля окажется сервежнее, чем плита, на которую она рассчитана, либо будет попадание в одну и ту же область, ну, приблизительно в одну и ту же область, и плита или ее фрагменты пройдут, ой, плита оставить, пуля или ее фрагменты пройдут, они опять же застрянут в этом SVMP слое. И, конечно же, это очень круто. Фактически, насколько, по крайней мере, мне известно, кроме MBC, так делают еще в компании Filin. Не в моем варианте, мне они, поскольку это речь была про тест, про вот это вот все, но без отстрела, естественно, поскольку у меня нет возможности из сертификационного центра на отстрел, мне они прислали версию просто с пластиком, это так называемая у них страйкбольная версия, как они о ней говорят. Также, если они знают, или если, когда вы заказываете, вы говорите, что вам нужен боевой кап, то они также делают SVMP. Кроме того, здесь используется послойно несколько вариантов. Ну, давайте я скажу EVPN-ы. На самом деле, здесь потом будет написано другое слово, оно сложное, я его все время забываю, поскольку в быту не использую, чтобы правильно его произнести, и мы здесь просто текстом его напишем. Вот, там специальные материалы используются, и, короче говоря, принцип этого капа в пружине, когда сюда что-то прилетает, то вот эта вся история, она постепенно сжимается, и таким образом гасит импульс. И подобные технологии, именно вот в формате сочетания от более, как бы, жесткого варианта вот этого материала к более мягкому, его просто никто не использует. В свое время компания MBC проводила тест, к несчастью, они не смогли выслать мне видео, потому что они были утрачены, но они проводили интересный. Но это, как бы, с одной стороны, показательно, с другой стороны, совершенно непоказательно. Вот, они проводили тест, где брали стекло, клали на него сверху вот этот кап, и потом сбрасывали какой-то груз, гирю, что ли, ну, что-то такое, какой-то металлический груз. Их кап единственный, который самортизировал настолько, что стекло не разбилось. Вот. Ну, тут за что купил, зато продал. Видео, к несчастью, я сам увидеть не смог. Мы изначально хотели вообще вставить эти видео в мой обзор, но видеофайлы были утеряны, поэтому вставить нечего. Поэтому рассказываю на словах, как бы, за что купил, зато продал. Ну, как факт. Это вообще ничего, на самом деле, не говорит, строго говоря, о баллистической... ну, с точки зрения баллистической экспертизы, для этого есть свои тесты. Но что говорит о том, что кап точно совершенно работает, это то, что он прошел сертификацию. Он сертифицирован как изделие, способствующее снижению запреградной и контузионной травмы. В составе, могу соврать, но, по-моему, бронежилета Ford. Вот. Ну, тут могу соврать. Но, в общем, в составе какой-то бронежилета сертификат есть. Если попросить его у компании NBC, они вам его продемонстрируют. Таким образом, вот, фактически, это один из трех, насколько мне известно, это один из трех капов, которые прошли сертификацию... ну, соответствующую сертификацию. Если вдруг кто-то знает еще каких-то капов в России, которые прошли сертификацию, напишите, пожалуйста, мне в комментах. Я попробую до них добраться, тоже их пощупать. В большом счету, единственный минус этого капа в том, что это самый тяжелый кап на рынке, самый дорогой кап на рынке и самый толстый, пожалуй, кап на рынке. Ну, хотя это вопрос спорный, может быть, и не самый толстый. Сейчас посмотрим. Ну, мне кажется, примерно сопоставимо, разница невелика. Так что, насчет самый толстый вопрос открытый, но в остальном, в остальном это самый-самый дорогой, самый технологичный, самый тяжелый, точно совершенно кап на рынке. Ну, сертификат. Другая вариация, как бы, это кап филина, как я уже говорил. Значит, здесь стоит обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, обратите внимание, кроме мягкого канта исключительно для комфорта ношения, который больше ни на что не влияет, здесь нет вообще никаких ниток. Это все приклеено, причем приклеено в момент изготовления, то есть, это так просто отрывать не получится. Здесь также используется специальный вот этот материал, название которого я писал, когда говорил про КПМБС, ниже текстом. Но одна его версия, насколько я понимаю, здесь нет никакой слоистой структуры в этом смысле. Ну и плюс, как я уже сказал, здесь у меня также используется просто мягкий пластик и при желании можно заказать, КПП будет чуть-чуть дороже. То есть, это сделано в целях утешления просто производства, КПП будет чуть-чуть дороже, но в нем будет также стоять СВМП-пакет или арамидный пакет, плохо помню, по-моему, СВМП, но не принципиально будет стоять, в общем, в любом случае баллистический пакет, который также будет обеспечивать вашу защиту, сами понимаете, это хорошо. Но, суть-то в чем? Как я уже сказал, эти КПП сертифицированы и сертифицированы они именно вот в таком варианте, без баллистического пакета. Баллистический пакет в них, это бонус, это запас надежности, который предлагает вам производитель. На самом деле, эти КПП были сертифицированы вот в таком варианте, причем не только в составе изделия, ну, скажем, какого-то стороннего, а еще и в составе полностью своего изделия, в составе полностью своего бронежилета, в своей сборке, свой бронежилет, плита, там, баллистический пакет, я просто не помню, по-моему, кевларовый все-таки, какой-то, ну, аромит кевларовый, что-то такое. И вот этот КПП, они были сертифицированы, как бы, что сами, что в таком варианте, что сами по себе, как я уже говорил, с мягкими баллистическими пакетами в формате добровольной сертификации. При этом, чем еще филин характерен, как вы видите, у него, ребята подошли творчески к анатомии, то есть, вот это, наша реберная часть, где ребра, и ребра КПП, и ребра наши идут поперек друг друга, таким образом, создавая сетку, на которой будет приходиться в случае необходимости, да, вот это распределение давления. А вот эти, направляющие, это уже брюшная полость, где у нас, как вы понимаете, никаких ребер нету, и подобным, под таким углом и горизонтальными линиями производитель добивается максимального распределения давления в случае попадания, как бы, какого-либо там, ну, метаемого снаряда или осколка под наши ребра. То есть, с точки зрения анатомии, этот кап более продуман, чем все, что мы разбирали до этого. Он достаточно тонкий, достаточно легкий, как вы видите, но меж тем работает за счет правильной структуры, правильно подобранных материалов. У него средняя ценовая категория, то есть, если это был совсем дешевенький, кап МБС стоит, как я уже сказал, больше всего, помочь, стоит равен 3000, у этого средняя ценовая, или даже 4000, то у этого ценовая категория, средняя, по-моему, там, 222 с чем-то, и кап также сертифицирован. Ну, просто это важно, поэтому я все время на этом акцентируюсь. Значит, дальше имеет смысл разобрать капы стип-профи, поскольку это также капы с необычной анатомией. Сейчас мы возьмем сразу за одну боковую капу. Что у нас в этом пакетике, который я был подготовить заранее? Здесь у нас еще вот такие вот маленькие капы. На самом деле, они есть и у компании Тихонкома, у компании Филин, наверняка есть и у других компаний, я, честно говоря, просто не уверен в этом, не видел, но я думаю, что есть у всех. Это капы на боковую поверхность бронежилета, на камербанды, если в них есть баллистический пакет. Понятно, что без баллистического пакета смысла в них особого нету, но, опять же, кроме климатической составляющей. Но при этом надо понимать, что, опять же, кап всегда увеличивает объем и ставит ли его на бок вопрос, ну, когда остается за вами, скажем так. это кап компании Stitch Profi. Значит, на что сразу хочу обратить внимание. Во-первых, шикарно сделанная липучка. Это лучшая липучка, что я видел вообще у всех остальных, в том числе, мы посмотрим. Здесь у нас стандартная Велкра, здесь также стандартная Велкра, здесь стандартная Велкра, ну, и так далее. Здесь же у нас Велкра полностью пластиковая, закрывающая всю площадь, что очень хорошо, потому что, ну, не всегда, не всегда вот эти полосы, скажем так, они идеально совпадают с тем, как нашито крепление, ну, то есть Велкра-мама, да, нашита на внутреннюю сторону бронежилета. И какие-то капы получается прям классно разместить, какие-то похуже. Как вы понимаете, вот этот кап разместится в любом случае хорошо, потому что он весь в филкрухе. Но сзади у нас опять же мягкий пластик, никакой информации про вшивание баллистических пакетов у меня сюда нету, так же, как и у меня, к счастью, нет никакой информации по сертифицированию, производитель мне ее не предоставил, то ли забыл, то ли ее просто нету, но сам кап по ощущениям мало чем отличается, честно говоря, от того, что мы разбирали. Но понятно, что мои ощущения это очень субъективная история, мы на это внимание не обращаем. Я просто с вами делюсь какими-то своими замечаниями. Сертификация либо есть, либо нет, это ключевой момент для меня. Вот. Но и так же он обладает своеобразной анатомией. Здесь тоже реализована вот эта история с брюшиной, скажем так, да, с брюшной полостью, но в то же время, как бы, насколько, если верить, скажем так, тому, что ребра вообще влияют как-то на распределение за преградки, здесь, конечно, реберная часть выполнена менее эффективно, чем, скажем так, в предыдущих образцах, что мы обращали внимание, но просто за счет вот этих фаргментов и прочего. Но вентиляция будет достаточная, как мы видим, ребра достаточно высокие, поэтому здесь, как бы, вполне себе вариант, я так скажу, да. При этом я хочу обратить ваше внимание еще вот на какой момент, я как-то поначалу его упустил, но сейчас там как-то разложим, это не важно. Все капы, которые мы разбирали до этого, они все обладают такой поверхностью, да, здесь это какой-то мягкий пенный материал, здесь тоже, здесь, здесь вообще никакого, да, как видите, покрытия нету, здесь просто чистая пенка на пластике, здесь нейлон, у Arsarm, опять же, как и на Stitch Profi, примерно такой, или как на Технкоме, мягкий, да, тканый материал, на MBC, я так понимаю, что это вообще кордура какой-то такой, ну, не самой тяжелой плотности, там, может быть, 700 или 600 кордура, но по всему этому у нас еще есть кап и ратник, Tactical, значит, вот с такой вот сеткой, почему нам важно, чем покрыто, чем покрыт кап с внешней стороны, потому что мы потеем, пот либо проникает, либо не проникает в состав ткани, да, покрывающий кап, проникновение пота, это бактериологическая история, это возникновение бактерий, возникновение плесени, гниения, запахов, просто заразы, которые влияют на наше тело, соответственно, заболевания каких-то кожных покровов там наших и прочего, прочего, прочего. Это попадание грязи механической, песок, пыль, ветки, иглы, шлак всякий, всякая вот эта вот бурда, просто грязь и прочее, прочее, прочее. Соответственно, чем меньше наш материал восприимчив к чему-то подобному, а если он еще и обработан какой-то специализированной антибактериальной историей, как, например, кап и филин, у них вот этот вот материал рёбер, он сам по себе антибактериальный. Если зайти на сайт филина, то там будет инфографика, да, иллюстрирующая распространение, вернее, деградацию количества бактерий и их смерть, их контроль, как бы их количество с помощью просто самого материала. Ну, сами понимаете, это неплохо, мягко говоря. А есть, как бы у нас вот такие вот капы Ратник Тактикл. И если я, в общем, честно говоря, не про одни капы не хочу сказать плохо, то вот про капы Ратник Тактикл хочу сказать плохо, потому что в них нарушено все, что, блядь, можно было нарушить. Значит, во-первых, это тоже просто сумочный вот этот вот пластик, и, собственно, даже само качество исполнения, оно сразу наводит нас на мысли, качество выбора материала, качество исполнения и так далее. Значит, это все тот же сумочный пластик. то есть, понятно, что ни о какой за преградке здесь речи уже сразу, в принципе, сразу не идет вообще. И идти не можем даже. Дальше. Ребра. Это строительная пена. Это строительная ЭВА-пена. У нее нет никакого коэффициента пружин, пружинистости нормального. При этом, если вы обратите внимание, то все ребра обладают острыми углами. При длительном ношении они натирают. Если вы произведете с этим капом такой вот тест, как я вам рассказывал, с позиции лежа, вы поймете, что это максимально некомфортно. Смотрим дальше. На всех капах, что мы разбирали, ребра стационарные. Они жестко зафиксированы. Смотрим сюда. Здесь ребро держится просто за счет вот этой прошивки. Ни о каком нормальном распределении давления речи не будет вообще. В момент удара это все просто разъедется, разорвется, расплющится через каждую вот эту прошитую историю. Все, что нам нужно, вернее, все, что нам не нужно, залетит внутрь. Ну и, соответственно, мы просто охренеем, мягко говоря. ну и, конечно же, вот эта великолепная рмэш-сетка в 100 слоев, которая будет собирать в себя всю дерьмищу, которую вы только можете придумать в местах ношения или использования бронежилетов с капом. Поэтому, пожалуй, вот такого варианта капы, который сейчас закупают уратник и продают многие наши производители, это самое-самое-самое дерьмо, которое только можно было придумать вообще. И тем страннее, что оно появилось, насколько мне известно, уже после тех инкома, который даже сейчас, вот если мы их сравниваем, гораздо лучше, чем ратник тартикал. Но, меж тем, что я должен сказать, что если у нас стоит выбор не использовать кап вовсе или использовать кап типа ратника с точки зрения климатического комфорта, если ваш бронежилет не... ну, не снабжен изначально какими-то иными способами, да, климатической регуляции, то лучше использовать хотя бы вот такой вот отвратительный кап, чем не использовать вообще ничего и просто голой тканью притягивать бронежилет к телу. Потому что, во-первых, не так удобно будет это все на себе настраивать, во-вторых, будет под ним очень-очень-очень жарко. Хотя, с точки зрения защиты, конечно, вот этот кап примерно такой же, как вот этот, то есть никакой. Вот. Друзья, значит, смотрите, на что я хотел обратить внимание. Я старался быть максимально объективным. Конечно же, здесь есть объективные фавориты в плане техничности и в плане сертификации. Это Триада, MBC, TechIncom и Филин. Повторюсь, если я кого-то там обделил и не сказал про его сертификат, обязательно мне напишите, я это все добавлю там в описании или как-то, может быть, отредактирую видео. Но, насколько вот я понимаю, сейчас этот ряд, она в плане сертификата выбивается вперед. И, как вы видите, на рынке существует огромное количество самых разных капов, объективно, под разные задачи, с разными ценовыми категориями, из разных материалов и так далее. Я постарался просто максимально объективно вам рассказать о том, что бывает, что еще будет появляться и дать вам возможность самостоятельно выбрать тот кап, который необходим именно вам под ваши задачи. Потому что, ну, объективно, если вы играете там условно в страйкбол и вам важен просто комфорт, то лучше вот геркрафт скелетного и вряд ли что-то на рынке найдете. Вот. Если там, вам ехать в какую-то точку, где с вами могут происходить всякие неприятности, ну, опять же, вы сами понимаете, что есть капы, которые в этом плане вызывают больше доверия, скажем так, да. И наоборот, если вы используете скрытый бронежилет, то надо так же понимать, что он должен быть максимально плоским и использование капы здесь, оно вообще несколько под вопросом, но даже если нет и вопрос для вас не встает, то вы должны четко понимать, что придется играться с объемом. И это важный момент. С объемом капы, я имею в виду. Мне кажется, что я ответил, в общем-то, на все вопросы, которые в Англии возникнут. На самом деле, тема не так сложна, как может показаться с первого взгляда. Видео при этом и так получилось на 35 минут, 36 минут. Поэтому, если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии, я отвечу в любых соцсетях или на YouTube, я постараюсь ответить непосредственно там, ну, либо сниму еще какое-то дополнительное видео, в этом нет никакой проблемы, все эти капы у меня. Смогу снять видео какое-либо, чтобы вам продемонстрировать что-то, о чем, может быть, забыл сказать. Друзья, всего вам доброго, спасибо за внимание, надеюсь, эти знания традиционно никогда вам не пригодятся.